Шестое плюс мотоблоков Угра, это, конечно же, развесовка. Обратите внимание, как все здесь устроено. Фрезы находятся не над двигателем, а двигатель смещен вперед, так же, как у мотоблоков Агат, либо мотоблоков Салют. Но при этом он имел дисковое сцепление, то обращаем внимание именно на мотоблоки Угра. Работает как с соляной, так и с любой перепаханной землей очень хорошо. И что самое главное, даже если у вас земля многократно обработана, такой мотоблок зарываться не будет. Потому что двигатель смещен вперед, и противовес, вот смотрите, насколько у него идеальная развесовка. Я только что работал этим мотоблоком, ни нагрузки ни на спину, ни на руки, ни на сухожилие кисть я никакой не испытал. Действительно, комфортный мотоблок, которым работать очень приятно. Обязательно досмотрите видео до конца, ведь в конце видео мы сделаем для вас специальное предложение на тестируемый мотоблок. Чем хорошим мотоблоки Угра? На них установлено дисковое сцепление, и у вас идет плавное трогание, без рывков. Вы можете на нем просто плавненько тронуться. Это же просто супер! Блин! Как на нем удобно! Как его маневрировать хорошо, а? Просто стадочный мотоблок. Даже по буйракам скатать на нем удобно, и вы сидите ровно, и не боитесь, что вас выкинет из него. Всем привет, друзья! Вы на канале Gardenstalk, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот красавец, а точнее мотоблок Угра. Весит всего 78 килограмм. В комплекте у него идут пневмоколеса, да не простые, а петро-шины в нашей отечественной. Отлично подходят для любого время года. Также в комплекте идет 4 почвофрезы. Из коробки этот мотоблок может с собой не только таскать вот такие вот адаптера и телеги, но еще и сразу работать с почвофрезой. В принципе, выполнять основные цели в вашем огороде. И сегодня я вам расскажу не только про сам мотоблок, но и обязательно проведу вам полный тест-драйв. Насколько хорошо этот мотоблок справляется с полем, вот с такой вот целеной, которая полностью заросла травой. Кому интересно, обязательно смотрим все видео до конца. И не забываем, если вы еще не подписались на наш канал Gardenstalk, сделайте это прямо сейчас. Потому что именно на нашем канале мы делаем полноценные обзоры на всю садовую технику. Итак, мотоблок Угра, город Калуга, завод Кадви. Да, кстати, мужики, кто не смотрел полную экскурсию по заводу Кадви, ссылку оставлю обязательно здесь. Мы ходим по заводу и снимаем, как мотоблок Угра начинает сборку с нуля. И получается вот такой вот достойнейший мотоблок. На эти мотоблоки устанавливаются моторы японские, как в нашем случае Honda 6,5 лошадиных сил, американский Brickson Stratton, либо китайские, мощностью от 6,5 до 9 лошадиных сил. Сам мотоблок у нас идет с шестеренчатой коробкой передач. Здесь же мы можем видеть дисковое сцепление и шестеренчатый редуктор. Вообще, какой самый основной плюс этой трансмиссии? То, что здесь нет никаких расходных материалов, ломаться здесь просто нечему. Даже при пиковой нагрузке в этом редукторе максимум, что произойдет, это просто пробуксуют диски сцепления. На этом мотоблоке трогаться действительно комфортно, потому что при включении какого-то ременного мотоблока, я имею в виду при включении сцепления на ременном мотоблоке, у вас сначала начинает свистеть ремень и только после этого происходит резкий рывок вперед. Здесь у вас такая ситуация. За счет того, что сцепление само дисковое, вы можете даже на третьей передаче трогаться совершенно плавно. Это, ну, ребят, вот сейчас я проехал на телеге, и я вам скажу, что это действительно очень комфортное трогание. Ну, как на автомобиле, то же самое. В комплекте таких мотоблоков, без разницы какой мотор, идут два пневмоколеса диаметром 4,5 на 10. Колеса достаточно хорошие. Да, кстати, кого интересует максимальная скорость, то у этого мотоблока она будет составлять 11 км в час на третьей передаче на максимальных оборотах. Без разницы какой стоять будет мотор. Да, он чуть-чуть медленнее даже, чем мотоблок Нева. Но здесь, я думаю, не основные его сильные стороны – это езда с телегой. Здесь-таки мы можем наблюдать четырехступенчатую коробку передач. Это три ступени вперед и одна передача назад. Здесь даже самый капризный пользователь найдет себе номинальную скорость для того, чтобы работать с той или иной насадкой. Основной плюс у этого мотоблока, естественно, это его вал отбора мощности. Ведь он здесь будет у вас идти шлицевой. Чтобы одеть ту или иную насадку, к примеру, снегоуборщик, роторную косилку, здесь не надо настраивать соосность ремней. Эти ремни по натяжке регулируют. Вы просто откручиваете вот этот колпачок, три гайки, и сюда насадка вставляется за одну секунду. После чего вы затягиваете три гайки, и мотоблок полностью готов к работе. Единственное неудобство – это то, что вот эту рулевую колонку надо разворачивать на 180 градусов. То есть, работать с каким-то навесным активным оборудованием вы будете на задней передаче. То есть, руль будет у вас с этой стороны, а уже насадка, какая-то там роторная косилка или роторный снегуборщик будет идти с той стороны. Мотоблоки Угра из коробки в комплекте идут сразу с четырьмя почвофрезами. Кстати, чем уникальны эти почвофрезы, то что они имеют разборные секции. То есть, можно работать либо с одной секцией, либо сразу с двумя секцией. Захват будет, соответственно, либо 40, либо 80 сантиметров. Взади, на скобу устанавливается сошник. Он же у нас является регулятором глубины вспашки. Шкварней в комплекте идут тоже две штуки. Мы их сейчас ставим. И давайте сейчас, что мы сделаем. Мы сейчас поменяем пневмоколеса на почвофрезы. Сейчас я мотоблок поставлю в такое положение, чтобы нам это было сделать удобно. Сниму два шплинта и одену как раз-таки наши почвофрезы. Все это можно сделать одному человеку. Здесь не надо определенную какую-то сноровку иметь. Каждая фреза у нас идет с одной стороны острый нож, а с другой стороны тупой. Поэтому при установке этих фрез будьте внимательны, чтобы задать фрезы именно направлением, по направлению движения острыми краями, то есть ножами. Пока у нас мотоблок находится в таком положении, давайте посмотрим сразу на его редуктор. Редуктор у нас идет шестеренчатый. Но самый основной плюс, я считаю, что редуктор сам является разборным. То есть, если у нас какая-то шестеренка сломалась, либо еще что-то, то можем всегда разобрать и починить. Кстати, в нашем сервисном центре всегда есть запчасти. Ну и вообще, если так уж говорить, и дело идет про поломки, то я вам скажу так. За последние два года рекламации на мотоблоке Угра было минимальное количество. И все они были связаны по причине того, что люди не читают инструкцию. Единственное, как можно сломать данный мотоблок, это при включенном сцеплении, когда у вас сцепление полностью, ну я имею ввиду диски сцепления у вас находятся в сжатом состоянии, люди начинают переключать коробку передач. Тем самым они ломают мотоблок. Если вы будете делать все по инструкции, то этому мотоблоку не будет сноса. Как заводятся все мотоблоки Угра? Здесь нету никаких хитростей. Но если мы посмотрим на мотор, то мы нигде не увидим в кнопке зажигания. Да, правильно, ее здесь нету. Мы просто закрываем воздушную заслонку, делаем открытый бензобак, и вот клавиша зажигания, она будет у нас на вот этой вот красной ручке. Пока мы эту красную ручку держим, мотоблок начинает работать. Но его можно заводить. Как только эта красная ручка у нас находится в отжатом положении, мотоблок моментально заглохнет. Для чего это сделано? Если вы идете с мотоблоком, споткнулись, либо просто подвернули ногу, чтобы мотоблок не уехал без вас, он просто заглохнет. Итак, мы сейчас зафиксируем ручку сцепления. Обороты мотора поставим либо на средний, либо на максимальный. Здесь никакой разницы нет. Сейчас у нас мотоблок находится, мотор имеется в виду, находится в прогретом состоянии. Поэтому заслонку воздушную мы не будем никак трогать. Дернули, мотор завелся. Ну, что касается запуска мотора Хонда, я думаю, здесь никаких комментариев вам не нужно. Сейчас я у него включу первую передачу. Да, что нужно знать? Смотрите, здесь нету никаких трудностей, какая передача включена. Здесь есть рисунок, на котором нарисованы все эти передачи. Что еще хочу отметить? Если вы, когда мотоблок к вам приехал, начали его заводить, но вам кажется, что у вас есть какие-то посторонние шумы в редукторе, не бойтесь. Шестерни, все здесь прямозубы и просто редуктор протирается. Такие звуки будут в течение где-то 5-6 первых часов. Поэтому здесь ничего страшного нету. Вы просто работайте, шестерни притрутся и звуки пропадут. Так, ну что, теперь самое интересное. Давайте пробовать. Поставлю средние обороты и потихоньку начну отпускать сцепление. Вот видите, я здесь не резкий ход знаю, а медленный. Повторюсь, земля у нас здесь ни разу не копана. Мотоблок весом 70 килограммов, вот так вот легко ее начинает брать. Идем медленно, не спеша. Главное, опирайтесь на сошник, чтобы мотоблок не делал никаких резких рывков. Я понимаю, что земля тяжелая, самому мотоблоку тяжело, поэтому здесь надо желательно делать два прохода. Немножко приподнимайте его, только мотоблок начинает резко идти вперед, а вы сразу делаете давление на сошник. Вот как я это сейчас сделал. И тогда он опять начинает углубляться. Ну, идет, кстати, очень достойно. И самое интересное, что на моторе Фонда вибрация на руки, она практически не чувствуется. То есть, если вы обычным мотоблоком с каким-то китайским мотором работаете, то вибрация на руки идет очень сильно. И здесь же я держусь за ручки и никакой вибрации практически не ощущаю. Так, сейчас я возьму сцепление, зафиксирую, сделаю, чтобы мотор работал тихо. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Что мне хочется отметить, что сейчас шли проливные дожди. И земля действительно очень сырая, мокрая. Но чем мне вообще нравятся все фрезы отечественных мотоблоков? Давайте посмотрим на них. Сейчас я все-таки мотоблок заглушу. И хочу вам отдельно рассказать про сами фрезы. Вообще, при покупке вот этих самых фрез, вы обращайте внимание, какое расстояние идет между ножами. Потому что все китайские мотоблоки, у которых там захват метр, либо метр двадцать, а может у некоторых метр шестьдесят, у них ножи расположены практически рядом с друг другом. Если бы мы сейчас вытащили бы какой-нибудь, любой без разницы, Брайт, Вейму, я же повторюсь, без разницы, какой мотоблок, вот эта вот трава, видите, как у нас сейчас на концах этих фрез наматывается, вот китайские мотоблоки, они бы вообще такую землю не брали бы. Моментально бы обмотали на себя всю эту землю с травой бы, и просто бы он стоял бы на одном месте и перебрасывал ее. Моментально бы обмотали на себя. Почему так рвет-то, блядь? С одного края в другой край, но копать бы он не стал бы. Давайте сделаем второй проход по нашей грядке, и посмотрим, насколько хорошо он ее возьмет со второго раза. Так, у нас опять идет фиксация сцепления. Нейтралка здесь у нас стоит. Ну, без разницы, когда сцепление выжатое, пусть и на скорости стоит. Никакого здесь я заслонки воздушные не трогаю. Моторчик дернулся, завелся. Включаю сейчас заднюю передачу. Если передача начинает плохо включаться, что вам нужно сделать? Чуть-чуть прокатите вперед, либо назад, чтобы шестерни попали в зацепление. И после этого уже только включайте. Вот, она у меня включилась. И я отключаю. Потихоньку выжимаю. И придет, кстати, задняя передача очень медленно, комфортно. Я думаю, кто смотрел все мои видео, тот помнит, когда я включал на китайских мотоблоках заднюю передачу. И там он настолько делал резкий рывок, что было такое впечатление, что мотоблок может перекультивировать меня. Многие писали мне в комментариях, осторожнее будет, Алексей. Нет, с этим мотоблоком осторожнее не надо быть. Здесь действительно все комфортно. Так, делаем обороты. Побыстрее. И давайте попробуем. Так он второй раз возьмет это все дело. Ну, вот, он углубляется уже наполовину ровно своей фрезы. Так, делаем обороты. Первый солнечный день, но не понимаю, откуда столько мошки. Они меня просто атакуют здесь. Так, давайте посмотрим на нашу грядку. И самое главное, что мы увидим, какой мы результат достигли. Комья. Комья, смотрите, какие классные комья. Земля не разбивается в пух. Это же просто отличный результат. У нас после того, как мы прошли мотоблоком угра, вот этими отечественными фрезами, вся земля у нас именно такая, как и должна быть, для того, чтобы начинать сажать. Вот по такой земле вы смело уже можете проходить окушником, плугом, делать борозду, сажать картошку, либо какую-то другую культуру. Мотоблоком мне действительно понравилось работать. И хочется пройтись им еще раз. Но хочу важный момент отметить. Какой? Смотрите. Перед тем, как вы начинаете работать мотоблоком, вы к нему подходите, настраиваете себе ручку, удобную для вас. Вот, в принципе, для меня удобное, привычное положение рук. Но, когда вы работаете мотоблоком, вы делаете опору на сошник, тем самым давите на ручку. И если вы подстроили вот под себя удобное положение, то не забывайте, при работе вы будете находиться сгорбившись. Поэтому здесь максимально ручку вверх поднимите, потом вы будете, когда работаете, она будет для вас комфортна. Фиксируется у нас вот этими двумя барашками. Сейчас я ее зафиксирую, и мы начнем работать. Но кто не хочет медленно и уверенно идти, сюда можно включить вторую передачу. Но тогда мотоблок действительно начнет творить чудеса. Ну что, мужики, как вы видели из видео, мотоблок наш справился с такой землей на 5 с плюсов. Да, конечно, с первого раза он не углублялся на штык-лопату. Но диаметр таких фрез, которые идут в комплекте с мотоблоком Ура, составляет 36 см. По сути, для него со второго прохода никаких сложностей не составит углубиться до 30 см. Как вы видели, со второго раза он закапывался больше, чем на половину фрезы. Ну и естественно, в конце видео давайте поговорим о плюсах и о минусах этого мотоблока. Первый и, пожалуй, самый главный плюс. Никаких ремней, дисковое сцепление, шестеренчатый редуктор. Любое активное навесное оборудование цепляется за одну минуту. Вторым плюсом это широкий ассортимент силовых агрегатов, которые ставятся на мотоблоке Угра. Китайские, американские и японские от 6,5 до 9 лошадиных сил. И даже устанавливаются дизельные моторы мощностью 5,5 лошадиных сил. Третий плюс. К этому мотоблоку, который весит всего-навсего 70 кг, можно подключить приводной адаптер. Если кто не смотрел наши покатушки зимой, когда мы на этот мотоблок одевали гусеничную приставку и на адаптер, то у нас получался полноценный трактор 4х4, который браздил любые сугробы. Кто не видел, ссылку обязательно оставлю здесь. Четвертый плюс. Хочется отметить удобное управление мотоблоком. Длинная рукоятка регулируется под любого оператора. И самое главное, это дисковое сцепление. Когда вы трогаетесь, у вас нет резкого рывка ни вперед, либо назад. У вас здесь идет, по сути, трогание, как в автомобиле. Плавное и очень аккуратное. Для пожилых людей это огромный плюс. Купили какой-то китайский мотоблок. Без разницы, какого фирма, без разницы, какого цвета. Все они на одно лицо. Кроме цвета, они ничем не отличаются. Где вы будете для них покупать активное навесное оборудование? Роторную косилку, роторный снегоуборщик, водяную помпу, щетку и так далее. А на мотоблок Угра, пожалуйста, все навесное оборудование есть в наличии. Да еще от двух заводов изготовителя. Кадри, либо Мобилка. На ваш выбор и на ваш вкус. Тот же самый насадку снегоуборщик можно купить в двух комплектациях. Как одноуровневую, так и двухуровневую. Шестое плюс мотоблоков Угра, это, конечно же, развесовка. Обратите внимание, как все здесь устроено. Фрезы находятся не над двигателем, а двигатель смещен вперед. Так же, как у мотоблоков Агат, либо мотоблоков Салют. Но при этом он имел дисковое сцепление, то обращаем внимание именно на мотоблоке Угра. Работает как с соляной, так и с любой перепаханной землей очень хорошо. И что самое главное, даже если у вас земля многократно обработана, такой мотоблок зарываться не будет. Потому что двигатель смещен вперед. И противовес, вот смотрите, насколько у него идеальная развесовка. Я только что работал этим мотоблоком. Ни нагрузки ни на спину, ни на руки, ни на сухожилия кисть я никакой не испытал. Действительно, комфортный мотоблок, которым работать очень приятно. Плюсы это, конечно, хорошо, но давайте добавим ложку дегтя и перейдем к минусам. Вот, честно говоря, вот сейчас стоял минут пять. Думал, ну какие есть у этого мотоблока минусы? Да, я знаю, что мотоблоки Кадвин перестали класть удлинители осей. Ну, разве это минус? Стоят они 1400 рублей, всегда докупить можно. Это сделано только ради удешевления, поэтому минусом я бы это не назвал. Можно было бы назвать то, что у мотоблока достаточно сложный ремонт. Но такие мотоблоки за последние три года не поступало на них рекламации. Они реально работают. Мотоблоки Угра на сегодняшний момент довели до ума. И они работают очень комфортно. Из минусов можно назвать то, что нельзя переключать коробку передач при работе. Ну, не знаю, мужики. Если у вас есть этот мотоблок, и вы знаете какие-то определенные минусы, обязательно пишите в комментариях. Все ваши комментарии обязательно прочитаем, обязательно учтем. И, естественно, передадим на завод изготовителя. В конце этого видео хочется сказать, если вы хотите купить себе мотоблок МТЗ, а либо Мотор Сич, но у вас не хватает денег, у вас нету большого участка, то обязательно обратите внимание на такие мотоблоки, как Угра. По сути, это мини МТЗ, либо мини Мотор Сич. С такими же функциональными возможностями, с таким же противовесом и с таким же смещенным центром тяжести. Да, у этого мотоблока, как и у МТЗ, надо работать на задней передаче, когда вы подключаете какую-то насадку на вал отбора мощности. Но тем самым вы достигаете максимального удобства при работе. Поэтому, если у вас небольшая площадь работы, и вам не нужен максимально большой мотоблок, то покупайте мотоблоки Угра, это будет отличный помощник в вашем огороде, и вы ни капли никогда не пожалеете, что сделали именно такую покупку, и сделали ваш выбор в сторону мотоблоков Кадви. Мужики, друзья, я очень хотел снять обзоры именно на мотоблок Угра, потому что в ютубе таких обзоров вот столько вот, и достаточно они старые, и уже, я думаю, даже не актуальные. Вообще, цены на такие мотоблоки начинаются от 38 тысяч рублей. И сколько бы я не просил, даже самый дешевый мотоблок от завода Кадви, они нам не предоставили ни одной штуки. Сказали, мол, очень большой спрос, они сейчас не справляются с предложением, поэтому не могут предоставить мотоблок. Мы взяли собственный наш мотоблок с двигателем Хонда GP200. Да, кстати, этот мотоблок сейчас стоит 55 тысяч рублей. И кто хочет купить именно вот этот мотоблок, но получить на него скидку, мы продаем этот тестируемый аппарат всего-навсего за 50 тысяч рублей. Скидка в 5 тысяч рублей. Ну а для всех тех, кто хочет приехать, потрогать руками, вживую посмотреть этот мотоблок и определиться с выбором силового агрегата, ждем вас в нашем магазине, который находится по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81, где вы вживую сможете приехать, посмотреть и определиться с выбором той или иной модели мотоблока, ну и, естественно, купить все дополнительное навесное оборудование, как активное, так и пассивное. Если вы находитесь где-то в другом регионе нашей большой страны, либо в странах СНГ, то можем организовать дистанционную доставку. Обязательно пишите в комментарии к видео, а либо на телефон WhatsApp Viber, который указан тоже под видео. Мы сделаем расчет доставки и поможем с покупкой. Если вас заинтересовали мотоблоки Угра, и вам понравилось наше видео, обязательно ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, и не забываем смотреть все наши видео. Спасибо вам за внимание, до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok